приветствую всех на канале матковод с вами я юбак игорь моя любимая жена машенька машенька привет привет итак о чем сегодня я хотел бы поговорить в ролике который у нас там есть называется ошибки начинающих ошибки начинающих пчеловодов но он набрал много просмотров и люди смотрят ну как я понял из просмотров людей эта тема интересует и и но но по факту мы там ничего как бы не рассказали мы только показали проблему ничего не рассказали ну и сейчас я решил как бы дополнить тот ролик роль пойдет не именно той зимовки какая была там у этого саши нашего знакомого потому что но зима вы там пчелы то именно семья не перезимовала просто но из-за его как бы сказать но мягко сказать так чтобы его не обидеть из-за его опущения потому что он он их не закормил он их не уделил должного внимания и из-за этого они как бы погибли а речь пойдет именно сейчас ауль и дело в чем они когда в том году он еще один его друг мой тоже знакомый мой кум они решили тоже сделал такие улья как у меня они взяли пробу взяли как бы ну его на образец и сделали я до того часу не видел как булли какие они сделаны я так в образно видел особо там не подходил не смотрел и из-за этого я бы сейчас хотел показать на что надо обращать внимание потому что не у каждого есть возможность пойти в магазин купить себе вот улья пенополиуретановые потратить на это деньги ну не у каждого есть такая возможность каждый конечно хочет сам себе сделать и когда делает улья много теперь в интернете информации про сетчатое дно и вот я бы хотел объяснить на что надо обращать внимание если вы хотите все-таки сделать улице сетчатым дном себе на пасеку потому что есть много сторонников сетчатого дно но также есть большая большое количество которые не сторонники сетчатого дня дна не знаю по какой причине или у них был горький опыт или они просто так себе думают что это но не имеет место быть но это не так сетчатое дно имеет место быть и ну главное главное что на на что надо обращать внимание значит самое главное сетчатом дно ну это как бы мое мнение я не хочу там сказать что так надо кто как хочет пускай так и делает мое мнение если сетка внизу есть значит верх плотно закрытый плотно закрытый что под себя подразумевает это пленка и это крыша сейчас нам кормушка не нужно показывать она подразумевает себя плотно закрыта никакой верхней больше вентиляции нет это как на лето как и на зиму и подразумевается ну какому плотно обратите внимание тут она как бы идет на хлопушку две стороны идет идут ложатся на стенки у лев и пенопласту так рассчитано что тут стоит тройка пенопластов тянутая фольга изолом и она ровно заподлицо когда это закрывается пальцы упираются в фольга изол вот это я называю как бы плотно закрытую крышу потому что если у вас будет между этим и тем пространством как у ребят в ролику там вот у них так крыша сделано что она на три сантиметра глубже утоплено и когда получается они закрыли а по факту они ничего не закрыли был пенопласт на три сантиметра выше от гнезда от этих пальцев и соответственно тепло убегает и получается такая воздушная подушка из-за чего потом будет образовываться на пленке конденсат ну что пленка вот тут на пчелы тут прогреет будет тут тепло тут будет гулять холодный воздух и тут образуются капельки влаги которые будут там оседать на пчелы будет им тяжело будет будут пчелы будет им влажно потому что самая большая проблема в пчеловодстве в зимовке это сквозняк и это влажность и так опять повторяюсь если сделать правильно верх верхнюю крышу но полностью как бы герметично так сказать накрыть значит вентилятор сквозняка никакого уже не получается здесь есть только вентиляция через дно дальше дальше как надо зимовать как бы я рекомендовал зимовать на сетчатом дно на сетчатом дно хорошо зимовать хорошо зимовать скороченные гнезда ну вот по максимуму скоротить гнездо и утеплить вот по бокам потому что если вы вот семья была там на 9 рамках вы скоротели до 7 и вы оставили вот так на 7 там без ничего это можно сказать вы не скоротели потому что объем гнезда остался тот же самый какой и был в 9 рамках или в 7 рамках или в 4 или в 3 или в одну объем гнезда остается сам надо так если вы скоротели гнездо до 3 рамок до 5 рамок до 4 без разницы вам надо 2 заставные ну как 2 можно и одну прижав к стенке улья ну как прижав начиная от стенки улья и в этом году мы уже зимуально 1 заставной вот если идет гнездо если идет не за так 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 и вот этой заставной вы ограничили гнездо все вот сколько рамок только ну вы видите она залезает плотно и все вы оградили все этого пространства для семьи нет значит они греют только это пространство из-за этого ему получается легче обогревать потому что если этого не будет значит они греют все пространство значит в таком случае могли все рамки лежать в гнезде обратите внимание что для этого вот эта заставна она не только должна быть утепленная так важно чтобы вот эта верхняя планка была тоже заподлицо с пальцем не вот как сантиметр идет на рамочке сантиметр этой планочки и получается тут ну зазор надо плотно надо плотно вот так чтобы она была вот заподлицо для того чтобы когда крышу закрываем опять же фольгоизол уперся в это отверстие и тепло все мы знаем что тепло по инерции поднимается вверх если будет тут зазор между этими она просто будет сюда убегать и тут ну и будет прорывать эту ком тут она оставаться не буду она будет оставаться но она будет циркулирует по всей камере если сделать так если сделать так значит тепло только останется тут тут будет холодное место тут будет теплыми дальше зимовать можно как ну с таким вкладышем как я пользую можно и без него я почему и зимую без него потому что когда я хочу посмотреть зимой у как состояние семьи я прихожу открываю вот этот вкладыш и я вижу вижу что происходит если осыпь нету осыпи ну все а если будет стоять этот вкладыш те пчелки которые будут умирать и падать они будут просто тут я их не увижу так я может проконтролировать но это для себя пчеловод может решать надо ему это не надо но чтобы не делать лишнюю манипуляцию забирать осенью весной ставить можно и зимовать на этом если вы уверены что они там зимуют хорошо как бы я уверен что они зимуют хорошо но я всегда все равно ее забираю все равно и потому что я и так и так на дно потом чищу и мини как бы уже забрать ей даже если бы она там стояла если она бы разбирал чистил гнездо весною и осенью и и слаживал так дальше дальше ну если желательно конечно сделать одну с одной стороны когда вы сокращаете потом пошло гнездо потому что чтобы ну как-никак это холоднее будет стенка таким будет теплее прогреть потом пошла вторая заставная оградила гнездо и вы накрыли все вы им сделали улей вот улей у вас большой а вы им сделали маленький сейчас там где они сидят там где они сидят вот вот так надо зимовать на сетке и тогда не будет тут не влажности не будет тут большого поедания корма так как пчелы если будет герметично закрыта пчелы как соберутся потому что они в таких гнездах собираются быстрее в клуб потому что ну они чувствуют холод с улицы им ну они ощущают приход осенью быстрее чем в улику лежаку так как ну но открыто они собираются быстрее сидят плотнее дальше едят корма меньше но если правильно его утеплите правильно закрыть тогда будет меньше есть как в нашем случае и соответственно влажности нема воздух теплый почему они едят тут корма меньше потому что когда они сидят ну тепло под пленкой опыт пленки тут что закрыто она держится у них важности почему тут нету потому что по природе кислород и углекислый газ углекислый газ он тяжелее и он не должен выходить через верх он должен выходить через низ он тяжелее он будет оседать на дно этим но он он тяжелее он он получается он влажный влажный плотный теплый воздух не воздуха углекислый газ он опущая опускающий на дно выталка ну как бы выходит на улицу и воздух ну какой-то воздух должен заполнить то место которое выходит за получается с улицы заходит холодный сухой воздух выходит плотный влажный углекислый газ на его место заходит сухой влажный воздух потому что чем больше мороз тем сухише ну тем меньше влажности в воздухе и и получается когда когда они вот проходят когда они обмениваются получается своего рода рекуперация тепла влажный теплый воздух проходит через холодный чем нагревает воздух холодный с улицы нагревает его и ну соответственно а этот охлаждается таким и ну и получается за этого температура тут постоянно одинак ну как одинаково одинаковая потому что этот же воздух он еще и делает свою определенную функцию нагревающий холодный воздух пчелы на этой энергии не тратит из-за этого получается они довольно мало употребляют корма в таких уликах намного лучше они стартуют в них но это мы будем показывать уже весной когда уже после облета когда будет весеннее развитие мы вам покажем как как стартует пчелы на таких уликах и на лежак но на лежаках уже не покажем так как у нас нету будете сравнивать своими так ну вроде бы все сказал объяснил чтобы потому что есть желаю есть люди которые хотят заняться пчеловодством них большое желание есть есть возможность сделать себе улик они пытаются делать улик вот и сделают вот как и например саша сделал улик вроде бы ну вроде бы хотел старался взяли образец но сделали сделали но не то что надо из-за этого и ну есть свои какие-то определенные теперь ну плоды пожинают своей но после того как как допустили определенные ошибки так что вот на такие на такие нюансы надо обращать внимание ни в коем разе не должно быть на сетке еще и верхней вентиляции тогда получится сквозняк тогда получится ну так нельзя надо ну на мой взгляд надо так и рекомендую начинающим пчеловодом который хочет хотят завести пчел и сразу с новыми технологиями обратить на это внимание потому что это так так лучше это уже это не только мой как бы мое мнение это уже и проверено на практике не 1 зимовка уже 3 зимовкой 4 она показывает себя хорошо есть есть результаты я довольна и так все на сегодня будем заканчивать не забываем подписываться на наш канал ставить классы кому не нравится дизлайки писать комментарии задавать вопросы все всем пока с вами был я его кигр и моя любимая жена машинка пока